Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Во вторник вечером, в тот момент, когда стартанули американские сервера, вышли из техобслуживания, игроки заметили, что рейды начали пробуждаться вновь по своему циклу. То есть на текущую неделю хранилище воплощения является пробуждённым рейдом, в то время как Аберия и Амирдрасил являются непробуждёнными рейдами. Люди думали, баг это или фич, а оказывается это фича. Вплоть до припатча нового дополнения рейды будут иметь свою ротацию пробуждений. То есть на текущую неделю это адгинрейд. Все абсолютно пробуждённые рейды будут только в тот момент, когда стартанёт припатч. Припатч, скорее всего, стартанёт 28 августа. Там получается так, что ремикс кончается 20 августа, какая-нибудь, наверное, неделя перерыва, и уже 28 числа мы увидим припатч. Получается так, что вплоть до старта припатча можно с лёгкостью проходить эпохальный Аберий, с лёгкостью проходить эпохальный Амирдрасил, ну и хранилище воплощения, если оно вам нужно, конечно. Эпохальная сложность имеет в себе различные интересные награды. По типу повышенного шанса дропа легендарок, какие-то сетики на трансмог, а также превосходнейший маунт Анурелос. Совушка реально бомбическая. Этого маунта реально стоит выформить, стоит получить, возможно, выкупить в какой-то момент времени. Это самый лучший маунт, который был введён вообще абсолютно за весь Dragonflight. Хоть их там имеется штучек 50-60, но именно этот маунт является крутым. Давайте рассмотрим календарик. Сегодня 8 июня, суббота. В тот момент, когда я дам анонс в Дискорде, пройдёт неделя-полторы, чтобы собралось хорошее количество одетых людей. Таким образом, с 19 по 26 июня мы тоже сходить не сможем, по той причине, что будет Амирдрасил пробуждённый. А ввести в эпохальный пробуждённый Амирдрасил людей, которые некоторые боссы увидят впервые, такая себе идея. Поэтому первое допустимое кд, когда можно сходить за маунтами, это с 26 июня по 3 июля, в тот момент, когда будет пробуждён Воте, Хранилище Воплощений. С 3 по 10 это уже вторая кдшка. С 10 по 17 не получится, опять же, по той причине, что будет пробуждённый Амирдрасил. С 17 по 24, с 24 по 31 спокойно можно ходить. С 31 по 7 не получится, потому что пробуждённый опять будет Амирдрасил. С 7 по 14 можно, с 14 по 21 можно. И, скорее всего, стартанёт уже припатч, а если и не стартанёт, то с 21 по 28 получается пробуждённый Амирдрасил. И идти туда такая себе идея. Таким образом, вплоть до припатча получается 6 недель, в которые можно легко сходить в Амирдрасил эпохальный, непробуждённый, и получить Анурелос. Анурелос падает в количестве двух штук при убийстве босса. Таким образом, можно получить 12 маунтов. Даже если мне удастся собрать строгую двадцатку, люди, которые всегда будут приходить, которые не ливанут после получения маунта, как это было во времена Бзда или СГ, то всё равно останутся люди, у которых маунта не будет. Окей, у меня маунт есть. Поэтому распределение будет 12 маунтов на 19 человек. А что мы скажем этим семерым людям? Ну, типа, спасибо, что походили, но вот маунта вы не получили. ББ, ГГ, удачи в Next дополнение. Ну, типа, окей, да, в следующем дополнении, там, с первого рейда уже будет патт-маунт, как в обычном там формате, так и в эпохальном. Это, на самом деле, кайфово. Можно будет пораньше его начать фармить. Это круто. Но я не хочу, чтобы были люди, которые были обижены тем, что маунт им не выпадет. И, скорее всего, повторится ситуация, которая была в Бзда или СГ, то, что люди ходили пару-тройку раз, лутали маунта и более в рейд. Никогда не приходили. Я не хочу повтора этой ситуации. У меня все ник-неймы эти прописаны. У меня все таблицы имеются. Я закину их в описание к этому видосику. Вы можете глянуть. Цветами там абсолютно все отмечено. Кто дезертир, кто молодец, кто вообще ни разу не пришел, а кто ходил даже, имея маунта. На этом у меня все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Счастья, здоровья. Продолжение следует...